Добрый день, дорогие участники! Мы начинаем очередное занятие по практикуму в системе КОК. Начнем мы его, наверное, с разбора задач, которые были оставлены с прошлого раза на индукцию. Номера 1, 2, 8 и 9. Значит, если кто-нибудь, то хочет их разобрать. Хорошо, есть ли еще кто-нибудь? Ну, если нет, тогда давайте, оказывайте экраны. Вперед. Так, значит, ну там были задачи на всякие суммы натуральных чисел, конечные. И, соответственно, нам нужно было определить вложение последовательности от начала до н-го элемента. Получается, да, как бы не включительно н или просто первый н-элемент. Ну да, то есть с нулевого до н-го, так сказать. С нулевого до н-го. Ну, соответственно, это мы делали на прошлом занятии. Если надо... Мы же, по-моему, прямо этот код писали. Да, это наш код, да. Мы его, ну, может быть, он немножко по-другому был написан другими буковками. Но он такой был, да. Но смысл такой, что мы складываем, ну, рекуррентное определение фактической суммы. Да, сумма нуля элементов — это ноль, а дальше надо прибавить, так сказать, следующий. Следующий элемент. Ну и, собственно, первое упражнение было такое. Для всех натуральных чисел, что получается здесь. Ну вот эта функция — это фактически просто описание последовательности, что мы рассмотрим последовательность чисел вида 2 и плюс 1, ну, то есть нечетных чисел. И что сумма нечетных чисел в количестве n штук дает нам n квадрата. Ну, доказательство понятно, что нам делать интро и вести индукцию по n. Так, ну, первое утверждение, оно как бы тут чисто 0 равно 0 в квадрате. Это арифметическое тоже здесь. Ну, его взяла тактика авто. Тактика авто внутри, на самом деле, применила тактику simple. Потому что там тот 0, который был слева, это была, так сказать, сумма нуля элементов. И вот он 0, так сказать, да, то есть. А потом уже... Ну, это можно рефлексивити написать, да, например. Ну, это здесь мы просто как бы раскрыли тактику авто. Она, на самом деле, видимо, в точности это и сделала. Так. Так, дальше у нас... Для чего нам это нужно? А, ну, дальше тут, в общем-то, во всех этих задачах я так или иначе боролся с тем, чтобы меня Кок понял, каким образом... Какие преобразования нужно сделать? Равенство? Сейчас, а вот мы не можем просто вот взять, сказать... Вот, давайте посмотрим сначала, вот, что будет, если мы просто скажем simple здесь? Так, он что-то лишнее, видимо, раскрыл, да? Да, вот именно я боролся с тем, чтобы он лишнего не раскрывал. Для этого я делал дополнительные ассерты с какими-то... Ну, вот так можно, да. Хотя, на самом деле, надо посмотреть документацию на тактику simple. Там, по-моему, есть способы ее ограничить, так сказать. Но, да, вы нам показывали, что можно указать, что конкретно упростить. Да, но там он в ней начинает слишком сильно упрощать, или нет? Да, но он внутри, да, начинает сильно упрощать. Ну, тут, кстати, наверное, можно вот как еще обойтись. Можно сказать simple, а потом сказать simple in и hn. Ага, да. Можно вот он так, с другой стороны подойти, так сказать. Да, он... Тогда он упростит и там, и там. И теперь, по-моему, если сказать rewrite и hn, то что-нибудь хорошее будет? Сейчас посмотрим. Ну, просто... А это какой-нибудь ринг, наверное, или нет? Ну, это да, это уже, наверное. Должен быть ринг, если все правильно. Вот. Можно так. Немножко, как бы, такой обходной маршрут, но, тем не менее, вот... Но там просто в дальнейших задачах, тем более сложные выражения, кок, если начинает все упрощать до нуля, у него, получается, он там зависает. Ну, он зависает, он, скорее, достаточно долго работает. Ну, да, долго работает, нет. Ну, а, кстати, наверное, если делать так же simple в гипотезе, то тоже так бы сработало. Ну, давайте посмотрим дальше. Так. Все, ну, задачи решили, правильно? Есть ли вопросы у остальных слушателей, вот, как мы доказали? Значит, это классическое. Давайте я выпишу, сейчас я, это самое, где-нибудь на белом поле напишу то, что мы, собственно, доказываем. Доказывает следующее. Значит, у нас сумма была по какой? По и от нуля до n-1 таких вот выражений 2i плюс 1. Ну, то есть, это, так сказать, первый элемент единица, потом тройка, а потом, так сказать, 2n минус 1, да? Правильно, потому что я беру n минус 1, подставляю сюда и получаю как раз 2n минус 2 и плюс 1. И она равна, так сказать, n квадрата. Вот такое вот замечательное, значит, мы доказали торжество только что. Ну, если нет вопросов, давайте пойдем дальше. Задача номер 2, видимо, теперь. Да, ну, для него я использовал такую, ну, понятную тоже теорему, что у нас сумма, она линейная. Ну, и в данном случае мне достаточно просто, ну, аддитивно. Ну, да, что аддитивно. Ну, можно было бы и полностью написать линейность, но вот аддитивности здесь хватит. Но, да, там проблема начинается в том, как эту полную, если записать полную линейность, или их сложно доказать, а как ее правильно применить, и меня так не получилось. Ну, там неприятно будет, да, там нужно эти константы единицы подставлять, потом там где-то это все рингами упрощать, так сказать. Да, вот. А вам это и не нужно, вам же ваш чисто. Это же верно, кстати, в любом аддитивном, так сказать, в аддитивной ситуации. Там здесь не надо это самое. Или именно стоящую линейность, сказать, использую. Ну, как бы, да, но просто немножко... Ну, вот в том, как именно вот эти действия делать, как более-менее сложные утверждения применять, собственно, я чувствую, что не очень... Ну, тут трудно довольно, давайте пойдем дальше. Ну, это утверждение очевидно, доказывается по индукции, паза. Опять же, здесь, наверное, можно было simple написать и simple. Ну, simple, reflexivity, это тоже самое авто и будет. Так, ну, поехали. Ну, а в случае с индукцией тут... Тут уже можно просто simple написать, rewrite и... Ну, понятно, это где-то ясно. Ну, и теперь вот этот аналог теремы Фубини, да, здесь написан? Да. Давайте сейчас мы уже примем, спросим, все ли понимают, вот, что здесь написано. То есть, смотрите, что написано здесь, значит, слева. Слева написана такая сумма, каждый по... от нуля до n. Каждый объект которой это, так сказать, сумма по i. То есть, наоборот, это для данного i сумма по g. Правильно? Да, можно сделать, наверное, чтобы было чуть... Да, можно, кстати, может быть метрично. Когда я это доказывал, я вот это сначала написал, потому что иначе немножко сложно рассоображать, что... Да, но на самом деле можно это убрать, потому что функция, которая по g возвращает a и g, что такое a и g? Это аитая, примененная к g. Соответственно, это и есть функция просто вот эта вот аитая. Это такое карьевское преобразование. Давайте я напишу даже это здесь. А, значит, у нас что было написано? У нас a... Это матрица, да, так сказать, это функция, которая над... На этом скобке так вот поставлю. Над, над. Ну, то есть, если у нас a и g, это, собственно, значение a и g этого, это что-то типа над, то аитая, это функция из над в над, которая принимает новый параметр g и, значит, возвращает натуральное число. Вот, поэтому, как бы, вот, это фактически, это, так сказать, это преобразование, значит, у нас a и t, это то же самое, что лямбда g, a и g. Ну и вообще, любая функция f, это то же самое, что лямбда x, f от x. Ну, как бы, такая функция, кто по данному ксу возвращается. Так, ну, вот, так, переписали явно, ну и поехали. Так, ну, интро... Понятно, что индукция нужна... Почему здесь ввести индукцию, здесь абсолютно симметричная ситуация. Да, там m и n параметры, да, ну... Ну, в первом случае понятно, что нам нужно упростить, и дальше, собственно, утверждение какое здесь, что если мы суммируем n нулей, то это ноль. Сумма n нулей равна нулю. Ну, доказываем по индукции. Ну, в начале тут, понятно, вообще тривиальное утверждение ноль равно нулю. Точнее, сумма нуля нулей равна нулю. Да. А дальше... Так, а дальше... Сумма n нулей плюс еще один нуля. Равна нулю тогда сумма n плюс одного нуля равна нулю. Ну, понятно, что надо упростить. И поставить. Просто раскрыть определение суммы, фактически индуктивной. Дальше мы получили вот эту часть, это как раз-таки и гипотеза, что она равна нулю. И получаем ноль плюс ноль равно нулю. Так, теперь у нас есть... Теперь у нас, собственно, переход в основной уже индукции, которая по m была. Так, ну, для того, чтобы сделать переход, понятно, что нам нужно избавиться, ну, упростить вот это выражение справа. Тут у нас сумма в количестве s, m штук. Можно разбить на m и еще один. Ну, по распределению суммы. Теперь у нас появилась вот эта часть, это сумма m штук слагаемых. И она есть вот здесь, в гипотезе. Мы ее применяем гипотезу перепиской. Так, теперь что у нас получилось в данном случае. У нас теперь уже внешняя сумма вся идет по n. Но сумма уже внешняя по n, что слева, что справа. И фактически здесь аддитивно. Потому что... Ну, здесь мы складываем а и житы в количестве m штук. Это как бы наша последовательность. Последовательность суммы а и житых по жи в количестве m штук. А, нельзя просто сказать apply-lin-end. Это же, по-моему, он и есть примерно. Или нет? Это... А, в смысле не подсказывать ему. Он, наверное, сам. Ну, же сам угадать, конечно. По идее. Это же просто... Это я что-то... Да, конечно. Это просто же его конкретная реализация и все. Да. Так что это, собственно, да. Вот так вот сделано. Ну, видно, что это аддитивность. Что мы складываем вот две... Вот если мы справа сложим по члену, то получим как раз тоже... Ну, да. Написано функция, которая по и возвращает первую часть, по и возвращает а и m вторую. Ну, а там функция, которая возвращает их сумму. Это в точности наш линет, который мы для этого подготовили. А, кстати, если бы линет был бы в другую сторону... Тогда apply было бы сделать нельзя, и пришлось бы делать rewrite. А вот когда мы делали бы rewrite, то непонятно тогда... Ну, rewrite с обратной стрелочкой. Вот. Ну, а может было бы еще проще, я возьму бы сказать, симметрии. Есть же тактика, которая переворачивает равенство. А, вот я красоты и хотел. Есть такая тактика, да. Ну, собственно, rewrite со стрелочкой, он как бы... Фактически применяет симметрии к гипотезе, а потом... А, так, а вот... Тогда что-то подобное нужно сделать в арифметическом выражении со сложениями, умножениями. Есть ли способ... А, в смысле... Ну, только rewrite. Ну, то есть, допустим... Нет, хочется коммутативности сложения воспользований. А, нет, совсем другое. Это как бы... У нас есть... Либо надо пользоваться этими тактиками мощными, типа ринг и релеа. Либо залезать в стандартную библиотеку и смотреть, как называются эти принципы. А их там есть. Там здесь принцип... Там... Что сложение коммутативно, что там умножение и дистрибутивно, что на сложение и так далее. Ясно. Ну, в общем, это... Просто у меня здесь кое-где, не помню, может быть, не внутри этих задач, а в этом... Вот, дальше я решал. Появлялась необходимость вот именно делать утверждение, вот эти ассерты про коммутативность сложения и потом делать реврайт условно. Ну, так можно, да. Это вполне бывает такое. Но, в принципе, они эти утверждения, как бы... То есть, вы их, наверное, как-нибудь рингом доказывали. Но они просто в стандартной библиотеке и есть. Но надо знать, как они называются, что не очень приятно может быть. Так, ну, понятно, определение здесь деление. Так, или это я лишнее что-то? Я просто... Нет, в смысле, какие у нас задачи есть? Значит, у нас задача номер... 1, 2... 8, 9. 8, 9. Значит, это лишнее. Ну, вот возьмаю. Нет, нам нужно деление. Нет, это седьмое. А, ладно. А вы седьмое еще сделали. Седьмое пропустим. С минус единицей. Но с минус единицей я как раз не хотел давать, потому что... Ну, хотя тут все получилось, правильно я понимаю? Да, тут, по-моему, никаких вообще проблем с этой минус единицей не было, потому что то, что слева, оно больше, чем один. Да, да. Ну, можно быстренько прокрутить его и перейти к восьмой, которая для всякого этого самого. Вот так. Да. И... Так, вот, собственно, один из тех случаев, когда мне нужна была что-то вот такое. Я... Ну, да, но это надо просто лезть в стандартную библиотеку и смотреть. Такая лемма там есть, конечно, но как-то она называется. К сожалению, она за пределами. Ну, понятно, что она доказывается элементарно. Ну, по индукции, конечно, доказывается. Это все понимают. Вот. Но она за пределами тактики ринг находится, поэтому приходится доказать отдельно. А какая-то тактика, которая со степенями умеет... Ну, наверное, есть, но я ее сейчас не вспомню. Понятно. Просто, как бы, степень это немножко... Ну, более такая, как бы, специальная вещь. Как алгебраическая стандартная. Ладно, давайте посмотрим, что здесь написано. Здесь написано, что 11 степени m плюс 2 плюс 12 степени 2 m плюс 1 делится на 133 всегда. Ну, так. Индукция по n, очевидно. И здесь в первом случае вообще все понятно. Но на самом деле, рет здесь не нужен. Но давайте раскроем в определении. И видим, что нам нужно доказать существование d, которое здесь можно просто подобрать. Это 1. Ну, и дальше это просто арифметическое выражение. Ну да, то есть это даже фактически simple рефлексивити получается. Просто simple рефлексивити. Так. Ну, по индукции, соответственно, нам нужно использовать гипотезу. Для того, чтобы ее использовать, нам надо вытащить из определения d вот тот d. Это мы делаем лим и интро d. И интро вот эту гипотезу. То есть d это значение вот этого частного для, так сказать, предыдущего. Ну, вот это если раскрыть, что значит, что вот это выражение делится на 133. Это значит, что есть d, которое 133 умножить на d равно вот этому. Так. Ну, дальше, по сути, я на листочке подобрал, какое должно быть выражение для нашего тогда d плюс 1, ну, вот это для n плюс 1, для 100. Это вот такое выражение. Ну, дальше долго и муторно доказывал. Что это получится. Да, мне кажется, как-то более... Ну, она на самом деле, как мы поняли, сейчас можно написать simple для этого выражения, simple для индукции. Игипотез индукции дальше. Давайте попробуем. Ну, дело в том, что вот сейчас, уже сейчас на самом деле появится что-то страшное. Ох. Ну, потому что он какое-нибудь число там разобрал большое, типа 1. Да. И как... Можно ли бы ему как-то сказать, что... По-моему, как-то можно, но это надо смотреть документацию на simple. Вот. Еще хуже и, наверное, ринг. Ринг, нельзя, реврайт где-то нужен. А, да. Сначала реврайт, реврайт и ашент, да. А вот, может, не получится. Нет, он не нашел. Потому что там... Ну, в общем, сейчас лучше как-то это... Лучше асертыми, действительно, обойтись, потому что... Да. Ну, вот я пытался что-то такое сделать, но не... А, стоп, а я... Почему? А я делал simple? А, да. Ну, в общем, может быть, как-то и можно, но... Так, ну, что здесь я утверждаю? Ну, в общем, тут последовательно какие-то преобразования, я их утверждаю. И уговорите, бай лиа, то есть сразу доказывать с помощью лиа. Да, ну, то есть, вот это просто абсолютно то же самое, что сказать асерты, потом лиа. Да. Ну, это просто такой, да, это. Ну, эти бай, напиши, бай, это красиво. Да. Соответственно, я доказываю утверждение просто арифметическое тождество, и дальше делаю реврайт. И еще что-то реврайт. А, реврайт вот при помощи этой левой. Дальше, опять, утверждаю какое-то истинное арифметическое тождество, делаю реврайт. И опять реврайт по лению. Но там, на самом деле, я преобразовал левую часть, преобразовал правую часть этого нашего равенства, которое нужно доказать. Дальше, еще лучше, утверждение, ну, к сожалению, приходится все это делать, потому что со степенями работать непонятно, чем. Ну, ринга нету, да, для них. Да, в ринге этого нет, поэтому приходится вот такие штуки. И дальше, очень сложное утверждение, ну, оно тоже арифметическое тождество, реврайт. Вот, дальше, вот, я, наконец, смысл в чем? Этими преобразованиями я привел все к тому, что нам надо доказать что-то, что содержит, ну, вот, буквально, вот эта формула содержит как под формулу что-то тут, правую часть гипотезы продукции. Вот, чтобы можно было применить реврайт с гипотезой индукционных гипотезы. Как мы помним, вот это H, это фактически и HN только раскрыто. Ну, это для конкретного D, так сказать, у того самого. Да, для конкретного D. Ну, и дальше уже получаем тоже здесь. Так, ну, вот такой вот, да, вот такое рассуждение. Может быть, может, как-нибудь попроще, ну, вот примерно так и делаем. Ну, это последнюю тогда, девятую. Ну, да, дальше определяем произведение, абсолютно точно так же, как и сумму, только здесь единица, естественно. Произведение на главном, для множки. Ну, вот утверждение, что это за утверждение? Думаю, что два. В степени суммы равно произведению. А, равно произведение, просто что два в степени. Хотя напишу это сейчас этим самым своим карандашом. Значит... Ну, а там на самом деле два вообще ни при чем, просто... Ну, можно любое написать вместо двойки, так сказать. Здесь написано двойка в степени суммы по и от нуля до n-1 аитах. Это произведение по тем же, разумеется, и два в степени каждого аитова. Ну, что сумма, ну, то та же ваш фактически лемма, но только не для бинарной такой суммы, а для глины. Ну, соответственно, interest, индукция по n. Первое, конечно, simple. Ну, simple на самом деле здесь не нужно, вроде бы, когда auto. Ну да, simple reflexivity могу написать. Да, либо simple reflexivity, либо просто auto. Ну, соответственно, для перехода, опять же, simple, rewrite по предположению индукции. Дальше я опять использую эту лему уже для двух чисел. Ну, фактически... Ну, законодатель фактически использует. Это же она вообще нет. Да, она же и есть. Ну, тут, если бы был бы аналог ринг для степени, то здесь можно было бы написать его. Да. Ну, и дальше здесь работала auto. На самом деле здесь просто одно и то же же слева. Здесь рефлексивити. Это рефлексивити просто, да, можно было бы написать, да. Ну, все. Все, спасибо большое. Значит, есть ли у слушателей вопросы по тому, что было рассказано? Народ как-то подзависит. Будем надеяться, что что-то понятно. Так, давайте тогда я немножечко рассказываю, и потом мы сможем решать оставшиеся задачи. Некоторые из них уже вы и сейчас могли решить, но я хотел немножко отложить их. А потом расскажу про интересную такую вещь, которая называется извлечение кода. Сегодня я расскажу не какие-то теоретические основы этого, так сказать, явления, а про практические вещи будем в следующий раз обсуждать, через две недели. Вот. Вот, значит, давайте мы сейчас коротко обсудим некоторый такой другой тип для чисел, а именно целые числа. Ну, дело в чем, что если мы посмотрим на натуральные числа, то это такой, как бы, красивый, с теоретической точки зрения, концепт, то есть это индуктивный тип, определяется он вот так, и вроде как все с ним в порядке, но здесь есть две проблемы. Ну, первая проблема заключается в том, что если мы хотим вычитания, то, ну вот в одном из случаев сейчас получилось как-то обойти, но на самом деле, если мы хотим вычесть, то у нас, например, будет такое, что там 2 минус 3 равно 0, потому что минус на натуральных числах коротко пытается избежать не всюду определенных функций, то есть функции, которые, значит, при каких-то значениях не имеют смысла. Поэтому вот так обрезает вычитание, и из-за этого возникает куча проблем. Мы не можем всякие тождества, там вроде, не знаю, взял m, вычел n, потом добавил n, а хочу получить опять m, это не всегда так, и там нужны какие-то условия, а их нужно постоянно там поддерживать, отдельно заказывать, потому что это не очень удобно. Но это не главная проблема с типом NAT, который мы здесь сталкиваемся. Вторая проблема – это его неэффективность, потому что на самом деле число n как записывается? Ну, s, 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 так сказать, 0, да? Это как раз таки то, когда мы simple сделали. Да, когда начинаем что-то разбирать, то у нас его очень много, и на самом деле это может привести к тому, что, ну, практически все работает очень медленно. Для программистских целей, разумеется, так сказать, этот тип NAT совершенно не годится, поэтому, значит, есть другие типы. Ну, и тут у нас, как бы, проходим между такими двумя, значит, сторонами этого вопроса. С одной стороны, как бы, конечно, есть быстрые и эффективные типы данных, данных, представляющие что-то похожее на целые числа, в, значит, внутри вышлительной системы, ну, то, что называется int, условно говоря, тип целых чисел. Но, если мы попытаемся их в кок как-то внедрить, то у нас будут проблемы, потому что на самом деле эти целые числа, они, ну, или там, натуральные, или с плавочной, тем более точкой, на самом деле они ограничены, и у них, значит, есть какая-то верхняя граница, при приближении к этому вот уровню переполнения начинают происходить какие-то странные вещи. И, кроме того, на самом деле, все совсем плохо, потому что, опять же, из соображения эффективности большинство, так сказать, современных вышлительных систем никакой, так сказать, ошибки переполнения не выдает. Она просто, так сказать, если вы слишком большой, он сделает вас там слишком отрицательным, или что-нибудь такое. Абсолютно молча. Потому что для... Это происходит непосредственно на вычислительном ядре, и слишком дорого, чтобы процессор сравнивал с максимумом, и там, выкидывал какое-то исключение, непонятно куда. Поэтому, на самом деле, то есть, программировать с ними можно, люди это делают, но что-то про это дело доказывать, на самом деле, очень трудно. Вот. Существуют разные варианты компромиссов, ну, вы, наверное, слышали про разные, так сказать, самые длинные целые числа, big int. Вот. Но вот один из таких вариантов, это будет тип Z в коке. Мы к этим всем вопросам еще вернемся, когда будем говорить про верификацию программ, и увидим, что зачастую вот именно в этих местах происходит утечка верификации, утечка, так сказать, истинности. То есть, то, что мы говорим, становится не очень правильным. Ну, что такое вообще верификация? У нас есть некая программа, мы доказываем, что она работает корректно. Ну, то есть, ее функционирование удовлетворяет каким-то, так сказать, ну, формулам логическим. Так вот, оказывается, что где-то посередине может произойти подмена, на самом деле, понятий. Мы будем рассуждать не про тот тип, который на самом деле будет использоваться. Например, если мы заменим, просто будем доказывать про тип nat или z, а в реальности будет использоваться int, то на самом деле у нас целый класс ошибок, связанных с переполнением, просто пройдет мимо верификации. Но про это мы поговорим позже. Пока что давайте поговорим про z. Значит, я запущу, ну, во-первых, mp2.import.z.ariz. Там будут всякие базовые вещи про z, в частности, тактика, где принт для него будет там работать. Значит, и теперь еще я скажу так, openscope.zscope. Это нужно вот для чего. Тут будет возникать некоторая, ну, в смысле общая такая неприятность, которая связана с, значит, значит, неприятность следующего толка, что в математике, такой, как бы, обычной, у нас вот есть тип натуральных чисел, ну, он не тип, он называется множество, да, и есть целые, да, и оказывается, что целый натуральный, это подможество целых, то есть, если у нас есть, так сказать, какое-нибудь число, например, там, 6, которое принадлежит натуральным, то эта же шестерка принадлежит и целым. А, значит, здесь в нашей системе типов это не так. И это не так, на самом деле, по двум причинам, потому что, во-первых, у нас вообще нету этого, ну, за редкими исключениями, касающимися универсумов, у нас нету отношения, как бы, вложенности на типах, у нас нет такого, чтобы один, так сказать, объект был, одновременно в каком-то меньшем типе, и также содержался в каком-то, так сказать, его расширении. То есть, это просто артефакт, так сказать, нашей системы типизации. А, с другой стороны, в том, что будет сейчас происходить, это, вообще говоря, еще более принципиально, как я сказал, тип Z будет более эффективной реализацией целых чисел, в частности, натуральных. То есть, на самом деле, натуральное число, которое вы представили, например, в 3, ну, 6, не лень писать, которое вы представили вот в таком вот виде, оно, ну, это объект типа нас, оно не будет, вот, вот, вот в таком виде существовать в типе Z. Ну, это то, что номералы архитические. Это номерал, да, ну, это 3, но это, так сказать, будет такая тройка натуральных чисел. А в Z должна существовать какая-то своя тройка, которую вы как-то по-другому представили. Вот, и, соответственно, получается, что у нас этот тип NAT, он, как бы, в тип Z каким-то образом вкладывает в помощь некоторой функции, которая обозначается вот таким вот добавным способом. Z. OF NAT. Вот, то есть, это не то, что тройка, так сказать, целочисленная, натуральная, это та же самая тройка. Она имеет некий образ, так сказать, в этом типе Z. Ну, это отображение инъективное, но, конечно, не сюрреективное, потому что в Z есть больше, так сказать, вещей. И в результате мы хотим с другой стороны, чтобы и вот эта тройка, так сказать, была бы, вот, еще своя тройка в типе Z, но если мы вот так вот напишем, то, как бы, у нас возникает конфликт, так сказать, имен. Поэтому пишут вот такие странные вещи будет, как бы, процентиком. Тройка процент NAT. Это тройка как натуральное число, тройка процент Z, это тройка как целое число, и вот когда мы запускаем вот этот Z-scope, вот здесь, который появляется, то мы как раз вот эту тройку, вторую, объявляем, как бы, настоящей тройкой. А когда мы захотим натуральную использовать зачем-то, нам на самом деле понадобится, я покажу потом, как раз, зачем, мы уже будем, значит, это самое, действовать как-то по-другому. А именно вот так 3% нас. Да, это нужно Z-scope. А значит, ну давайте теперь мы посмотрим, собственно говоря, что же нам теперь, а зарис, это, это самое, это просто базовая операция, базовая арифметика на целых тишках. Значит, давайте теперь посмотрим, что же, собственно говоря, нам теперь предлагают. Сравним с Z. Значит, Z. Вот такой вот этот самый получился у нас забавный здесь То есть у нас тип позитив нужно посмотреть, чтобы понять что. здесь, смотрите, вот вы действительно правы. Здесь Z определяется через тип позитив. Вот это-то как раз и будет наша, так сказать, наша настоящая эффективная реализация целых чисел спрятана в типе позитив. А дальше мы говорим, что Z число это либо 0, либо положительное, либо отрицательное. Z нек это тоже как бы, ну мы говорим, что у нас есть некое положительное целое число, а мы говорим, что это минус, так сказать, это число. То есть действительно интересный, значит, будет тип позитив. И вот он, значит, вот такой. У него есть три конструктора XI, X0 и XH. Значит, ну, я сразу тут может пытаться угадать, что они значат, да? Я сразу скажу следующее, значит, так сказать, число здесь представлено в двоичной записи, А, соответственно, как такие числа строятся? Ну, мы их будем строить приписыванием нолика или единички в конце. То есть, ну, например, давайте мы какое-нибудь число напишем, ну, то есть число, не знаю, там, 12. В двоичной записи 12 сколько будет? Это значит, надо что взять? 8 прибавить 4, да? 1, наверное. 1, 1, 0, 0. И строится оно будет следующим образом. Мы берем xh, это вот эта вот ведущая единица, и последовательно приписываем к ней вот эти вот знаки. То есть, мы получаем здесь, берем xe от нее, от всего вот этого берем xo, и от всего вот этого берем xo. Ну, и давайте мы сейчас себя проверим, чтобы быть уверены, что все правильно. Значит, я говорю так, ну, например, я говорю какую-нибудь там лемма, сейчас я глупую вещь скажу, вы видите, почему. А, ну, например, 12 равно вот этому. Мы даже доказывать не будем, мы сейчас увидим, почему. Когда я пытаюсь ее сделать, ой, а, сейчас, смотри, а, х, х, да, здесь х лишнее, да, вот так вот. Но это нехорошо, потому что еще нужно здесь поставить какой-нибудь z-под, да, что-то такое. и мы видим, здесь написано 12 равно 12. То есть он, вот это он на самом деле понял, что это 12 и представил в таком коротком виде. Вот так вот работает, значит, теперь z вот эта штука. Значит, фактически, что здесь происходит? Ну, у нас, как мы знаем, уже xh это, так сказать, единица. Самое маленькое половительное число. А операции, значит, xo, она просто некое число, там, t, например, переводит в 2t, добавит приписывание нуля в конце, а xe переводит, значит, ну, в 2t плюс 1, соответственно, приписывание единицы. Вот такой вот индуктивный, значит, тип. Ну, как бы, пока все хорошо. Чем это удобнее? Ну, во-первых, я действительно более эффективно представлю, но пока что нас это особо так нигде не интересовало, на самом деле, пока мы никаких реально программистских попыток использовать все это не предпринимали, поэтому здесь, значит, у нас таких проблем не было. Но вторая вещь, что действительно удобнее пользоваться этими числами для, так сказать, работы в, ну, каких-то, значит, ну, в вещах, где есть вычитание. Например, давайте такой простой пример, сейчас, кто-то тактика автосъест, допустим, я говорю, там, теорема, куб суммы, которая говорит, что для любых а и б целы, значит, куб, не, не суммы, а разности. Вот, значит, а минус b в кубе, но тут в кубе, сейчас мы увидим, получится это или не получится, наверное, тут вот со степенью тут некая тонкость, поэтому давайте мы попробуем в кубе, но если не получится, то а в кубе минус 3а а квадрат плюс 3а плюс 3а в квадрат минус b в кубе. Попробуем так. Для натуральных чисел это неверно. А ты прочитаешь, это неверно, конечно, да. А вот, значит, а, это у меня, потому что здесь лишние теоремы, это ерунда. Вот, ну вот съел, да, то есть, как бы он получил вот такую вот штуку, ну и здесь, если я скажу, круг, то надо просто ринг это съесть. Нет, не хочет кидать его ринг. А потому что кубы, наверное, он не понимает. Потому что он не понимает кубы, да. Но вот, когда мы говорим simple, то возникает такая вот страшная вещь. Что тут на самом деле произошло? Произошло то, что у нас возведение какое-то странное в степень, это, так сказать, некое определение положительной степени, значит, целого числа. То есть, это возведение степени на целых числах, оно здесь, как бы, не очень power positive такое. Давайте вообще поймем, что это такое, во-первых. То есть, есть такая вот у нас функция странная, которая возводит положительную степень. И вот тут вот он ее вот так вот как бы разобрал и говорит следующее, что у нас ну вот что-то вот такое не очень хорошее, поэтому давайте мы пока, ну, чтобы упростить себе жизнь, давайте мы просто здесь напишем как бы натуральную степень необычную. Либо надо было ассерт сделать это утверждение и... Ну, давайте доказать если CRM Q для всех A и Z, а в кубе равно A, A, а вот теперь будем мучиться доказывать, значит, proof intro авто здесь съест его, и авто не съел, а если авто в инстуаре какой-нибудь съел. То есть, где-то у него в глубинах это и есть, он это понимает, вот, а теперь, значит, соответственно, мы здесь должны сказать опять же intro а rewrite cube и он это нужно сделать теперь сколько-то раз. все хватит а вот теперь мы говорим ring и q это действительно у нас, в натуральных числах это неверно просто будет, потому что там, ну, вычитание урезанное а в целых мы таким можем пользоваться и даже если у нас в итоге равенство сойдется зачастую при доказательстве каких-то утверждений где пронатуральные числа где у нас значит есть этот то есть где все на самом деле положительно в процессе доказательства нам хочется использовать целые числа и вычитание и отрицательное ну это как бы математики из достаточно старых времен это понимали не понимали в древней греции они мучились они имеют возможности перекинуть скажу с одноком минус число в другую сторону без каких-то дополнительных проблем но пока решать задачи с к праймс теоремы простых числах доказать это как раз очень было сложно да давайте да это хорошее соображение давайте про к праймс может быть мы поговорим в конце сегодняшнего снятия если останется время а значит вот действительно там я потом даже прокомментирую что там будет происходить но это действительно там важно может быть ее переписать в z кстати попробую вот значит давайте теперь еще один пример рассмотрим можно вот что я хотел теперь сказать значит у нас с одной стороны чем удобны значит целые числа тем что у нас есть в целых числах вот мычево читание все хорошее чем они неудобны тем что здесь индукция по вот этому типу она получается довольно странной то есть она должна что такое индукция по z надо разобрать собственно z то есть понять это 0 положить или отрезать ну это понятно а дальше возникает индукция по типу позитив а индукция по типу позитив это не настоящая индукция это индукция которая значит вперед мы доказываем утверждение какое-нибудь сейчас напишу утверждение какое-нибудь там p от n ой а вовсе а вовсе не p это минус 1 и это немножечко странно вот ну давайте сначала мы посмотрим на пример достаточно простой который обходит эту проблему за счет того что мы будем вести индукцию по натуральному числу давайте я определю так я напишу в x-point сам z который говорит следующее она берет функцию из nat в z и значит вперед до натурального числа ну здесь опять же match n win 0 в 0 значит s n штрик в ну то же самое все попробую сейчас скомпилировать опа не получилось 0 не то это 0 это целый и тут мы можем сказать либо вот это о которое такое настоящее имя натуральное и более красиво вот так 0 натуральное вот здесь слева 0 натуральное а справа 0 целое ну и мы сделаем такую гетерогенную операцию вздения в степень еще для нашего удобства значит мы возводим целые ну какой-нибудь тоже а ну давайте бы это значим целое число b в натуральную степень k ну опять же здесь в нулевой степени натуральный 0 получает единица целая единица а если ск 3 то она доверяет соответственно и умножить на b здесь уже умножение и всякие эти плюсы будут еще и прочее это все целое числе ну и давай дай доказываем простую теорему о сумме ровне геометрической прогрессии для всех x целых для всех n натуральных следующее выполняется значит мы суммируем вот такую вот функцию по i значит x степени i то есть по z x i до n то есть здесь будет сумма от единицы до x степени n-1 x единиц плюс x плюс x квадрат и умножаем это на x минус 1 получаем n то есть степени x а минус z давайте мы это посмотрим а что ему не нравится сам z потому что сам это что-то другое ну опять же interest induction end значит теперь что у нас здесь появилось ну здесь мы видим что у нас надо про все упрощать ну вот атакт скафта сработать напишем simple и получается здесь тоже надо сказать его simple появляется здесь смотрите вот эта степень разобралась сумма разобралась ну и теперь я сделаю вот что здесь нужно раскрывать скобки значит они здесь ну как бы если раскроются то будет не совсем вот это но можно сделать так я говорю ring simplify здесь и и в гипотезе да ну и теперь уже можно подставлять значит мы можем говорить рейт и ашен а это сейчас скажу это наверное это это наверное повторим ну вот так как бы с отрицательными вещами работают в наших значит науке про целые числа значит ну тут может вызвать некоторый вопрос определенная так сказать гетерогенность происходящего есть в значит библиотеках про эти самые целые числа собственно индукция проблема в том что с рекурсией могут быть проблемы а с вот этими рекурсорами с индукцией как раз вроде все в порядке как вот сумму такую определить это уже некий дополнительный вникает вопрос но есть такая вот вещь если вам она нужна that like int значит которая вот выглядит вот так ну тут она ее как-то там доказывается через что-то мы это сейчас не будем это дело значит смотреть но мы даже увидим что здесь происходит она просто в над как-то все переводит но вот ее тип написан вот здесь внизу он прекрасно значит виден здесь сказано следующее что если есть предикат уже на z и он верен для нуля и верен для значит перехода к следующему если значит изначально не было больше равного нуля то для всех неотрицательных верен по этой то есть как бы индукция по так сказать неотрицательной части типа z тут в духе так сказать над определена она вот в такой вот кок затарив wf это так сказать well founded induction вот ну на этом про тип z я рассказывать закончил есть ли на этом этапе вопросы вот но если вопросов нет то вот здесь есть задачи на индукцию оставшиеся а давайте мы быстренько по ним пробежимся и поймем что из этого уже мы знаем как делать ну первую мы уже разбирали вот сегодня вторую тоже тут есть блок задач про неравенство значит ну здесь опять же это можно делать в целых числах можно делать в натуральных ну вот шестой задачи мы обязаны работать в целых числах потому что здесь написано x в большом минус единице x может быть отрицательным это неравенство вернули так называемое оно для раздействительных конечно верно но для цены так аж вот значит давайте тогда мы с этими задачами поступим так а вы их все-таки попробуйте решить в принципе там ничего сложного нет используя тактики типа ring simplify переписывание и авто где это будет ну понятно где это нужно авто будет там соответствующий арит они должны делать если что-то не получится давайте на следующий раз мы их пообсуждаем задача номер 7 по форме как бы нужно вроде как целые числа но вот кажется Лев сейчас делал ее без этого вот и задача номер 10 а это так называемое дискретное преобразование абеля здесь тоже существенно используется вычитание поэтому это надо делать целых числа но я надеюсь что здесь исправлена печатка которая долго тут была попробуйте если не получится ну проверьте руками и сравните как бы да то есть вроде должно получаться то есть я надеюсь что в этих задачах у нас все получится значит если есть какие-то вопросы и по каким-то значит непонятно что делать то тогда значит задайте их сейчас ну а если нет то тогда мы сейчас продолжим я перестану показывать давайте я коротко прежде чем мы чем-то еще сейчас займемся расскажу о том что у нас предстоит в ближайшее время ну поскольку мы про арифметику наш разговор в принципе на этом заканчиваем за такую базовую вещь про доказательную продукцию или что-нибудь такое то значит мы в следующий раз запустим вторую контрольную работу по арифметике то есть 30 числа мы доразберем оставшиеся задачи и на дом вам будут даны там соответствующие контрольные задачи дальше у нас смотрите что есть у нас еще есть несколько занятий которые довольно много на самом деле осталось у нас есть 30 13 27 и 11 ну 11 надеюсь что это будет как бы уже в смысле зачетное занятие финальное значит о чем мы будем говорить на оставшихся наших занятиях значит речь пойдет об извлечении программного кода из значит чего-то написанного на коке а также о верификации о верификации готового функционального кода про второе не уверен что мы успеем поговорить но про первое мы будем говорить довольно активно и будет соответствующее большое домашнее задание ну а в конце может что-нибудь еще посмотрим это как получится и так речь идет о значит извлечении верифицированного кода и нам тут у нас будет существенную роль играть интуиционистская природа системы хотя на самом деле интуиционизм здесь будет немножечко хитрым в стиле карри говарда в стиле карри говарда откинутый из сета как это будет работать значит смотрите давайте мы начнем с такого достаточно простого утверждения типа сигма 2 я пишу такую формулу логическую для любого x существует y такой что s от x и и давайте мы вспомним как ну у нас тут мы немножечко про это может быть мало говорили но общие принципы какие у нас были значит у нас были принципы что как бы доказательства утверждения а это объект типа проб то есть это некий тип значит соответственно получается что вот этот проб это значит сорт или универсум это тип типов то есть вот это соответственно тип значит в типе а должны жить какие-то объекты тоже а эти объекты как мы с вами уже наверное как бы обсуждали так не я что такое объект у типа а ну хорошо например если у меня есть допустим какой-нибудь другой б он сорта сет это множество то у ну давайте не у здесь напишем а какой-нибудь там x а типа b это значит как бы ну x это элемент множества b да так сказать ну вот множество это типы ну так сет это такое как бы псевдо множество такие на самом деле они это что-то похожее на множество потому что сама структура системы типов она другая например мы не можем взять и сказать вот его объединим в два множества чтобы каждое было под типом другого так нельзя вот но тем не менее это некий аналог множеств ну например допустим у нас есть над это сорта сет а n конкретно это в над это натуральное число так сказать да что же такое что у нас объект то есть а это проб это высказывание а что значит что данный значит у является объектом вот этого высказывания а как вы думаете давайте вспомним или или сообразим ну это доказательство да у это доказательство или у это свидетельство а то есть можно сказать что как бы а доказано посредством вот этого доказательства у ну и примеры которые у нас были например я говорю что-нибудь такое там лямбда икс лямбда игрек а ну давайте лучше по-другому сейчас расскажу а ну например икс напишу здесь в коке это будет соответственно так фан икс фан игрек икс и вот это типизуется в типе вот таком а стрелка б стрелка а то есть вот это высказывание значит теорема интуиционистской логики высказываний а вот это то что написано здесь это ее доказательство на самом деле правильно то что в этом типе находится такой терм как раз соответствует тому что мы можем доказать это утверждение ну теперь значит как мы уже знаем как вообще доказывают ну если у нас было значит доказательство как мы видели а стрелка б то это значит функции из а в в и не даром она обозначается в точности так же как математическая функция какое-то доказательство для значит конъюнкции ну как конъюнкция это индуктивный тип у него был один конструктор который позволял значит конж то есть дубль в должно иметь вид конж у в где у имеет тип а и в имеет тип б и поскольку это индуктивный тип он наименьший таким конструктором то больше то ничего там и не может быть соответственно значит это значит что дубль в это на самом деле если так грубо говорить это как бы в кавычке возьму это как бы пара состоящая из в то есть доказать конъюнкцию это доказать значит оба ее компонента ну для дизюнкции там было два конструктора то есть мы должны выбрать один из них и доказать его это интуиционистская дизюнкция она давайте даже напишу это как бы значит а дубль в а сейчас значит а доказывает а дизюнкция б значит бывает два случая либо в это ор интро л какого-то у а у имеет тип а то есть доказывает а значит либо второй случай что дубль в это ор интро r от в где в доказывает б и чтобы доказать дизюнкцию нужно сразу задекларировать какой из ее элементов мы будем доказывать в частности поэтому мы не можем доказать такой у нас ученого третьего на самом деле потому что мы не знаем какой доказатель и потом его обосновать но это не так интересно интереснее конечно квантеры ну вот мы говорили что вот если у нас есть f который доказывает для любого x из а а какое-то bx то это что такое это объект зависимого произведения то есть это такая вот функция которая вот здесь есть тип а я уже несколько раз в картинку рисовал и вот тут у нас есть допустим в нем элементы а маленькая там а1 а2 а3 ну и так далее то для каждого из них функция бьет в соответствующий тип который вот здесь написан какой-то из его элементов это так а существование значит здесь ну грубо говоря я опять же если если у меня какой-то там w доказывает существование x из а таким что такое что верно bx то мы говорим следующее что это пара состоящая из значения x0 и u где x0 лежит в а а u лежит в bx0 то есть это элемент так называемый зависимый сумма такая большая дизъюнкция чтобы доказать о утверждении о существовании чего-то нужно значит предъявить соответствующий объект x0 который вот здесь находится и доказать про него что он такой какой нам нужно ну вот такая вот значит это интерпретация ну в духе брауэра гейтинга и колмогорова для интуиционистской логики она говорит нам что вот так вот можно понимать доказательства как некоторые такие конструкции ну и давайте вернемся вот к этой нашей формуле которая написана вот здесь ниже теперь она оказалась и давайте поймем что значит что мы чем-то какая-то функция будет f давайте f большое обозначим значит мы чем-то верифицировали вот эту вот штуку значит смотрите что здесь будет происходить значит это f f большое что она берет на вход и что она возвращает ну давайте тоже напишем кстати x какого-то типа а наверное а y какого-то типа b ага ну соответственно берет объект типа а да то есть она на вход естественно берет объект типа а и она куда-то действует а что она должна вернуть ну если быть формально вернет какой-то w которая имеет вот такой тип да s ну вот по определению да элемент зависимого произведения для каждого x она возвращает объект некоторого типа который зависит от x вот вот теперь давайте расшифруем что это за w такое теперь зависимая сумма будет это элемент зависимой суммы да а что такое зависимая сумма она отображает b нет это пара из b да элемента типа это какой-то y0 и какой-то u где y0 имеет тип b а u имеет тип s вот этот x и y0 правильно вот ну что у нас теперь получилось смотрите у нас появилась некоторая функция которая по давайте ее коротко просто запишем без типов безо всего она по x возвращает пару из y0 и u а теперь давайте мы посмотрим на значит это немножко другой другим углом а посмотрим мы на это так значит давайте мы вытащим из нее функцию f маленькая которая по x восстанавливает просто y0 ну то есть которая выбросит вот эту всю u часть вторую оставит только первую это некоторая функция которая действует из a в b эта функция это просто обычная так сказать ну a и b так сказать ну мы предполагаем что a и b какие они в типе set находятся то есть это уже не высказывание а это некоторую индивиду натуральные числа и что это такое значит это просто функция записана на некотором функциональном языке программирования ну что это за язык ну это язык внутренний кока но он может оттранслироваться например в акамал или в хаскель ну единственное что язык достаточно богат из системы типов то есть c например ее оттранслировать так просто не получится то есть то есть фактически доказав а значит доказав нашу вот это утверждение которое внизу в зеленой рамке написано мы построили некоторую функцию но не просто функцию а функцию верифицированную то есть функцию для которой верно следующее утверждение то есть для любого x s от x f от x вот это утверждение о верификации нашей функции представьте еще раз что произошло мы вроде как доказали какое-то утверждение а на самом деле мы значит построили функцию про которую что-то доказано ну давайте простой пример представьте что у нас есть например сортировка значит x это массив y это тоже массив значит сортировка а s это от x y это значит она говорит следующее что y это отсортированный массив x то есть там написано следующее что y и x это y это перестановка x и при этом y порядочно соответствует некоторым линейным порядком который задан на соответствующем типе что мы здесь написали мы написали вот здесь внизу для любого x существует y что s от x y любой массив можно отсортировать доказав то что любой массив можно отсортировать мы нажимаем на кнопку извлекаем то есть мы доказали что мы фактически значит мы построили функцию f большое а теперь а теперь из этой функции просто выкидываем ее из второго компонента результатом получаем функцию f маленькая которая работает как раз она действует x в y то есть она как раз сортирует остальные массивы то есть возникает как бы в каком-то смысле такая волшебная ситуация что мы доказали существование что для любого x существует правильный y мы доказали теорему что любой массив можно отсортировать и из этого доказательства мы получили собственно верить на сортировку ну конечно если вдуматься в то что происходит никаких значит волшебств тут не происходит естественно потому что что на самом деле у нас здесь произойдет значит у нас есть такие как бы интуиционистские доказательства и в этих интуиционистских доказательствах есть собственно вот этот принцип значит ну конструктивности то есть мы должны если мы что-то утверждаем существование чего-то то мы должны его явно предъявить вот а если мы доказываем что для любого то мы должны предъявить алгоритм некоторую функцию которая восстанавливает так сказать y по x то есть фактически любое интуиционистское доказательство этого утверждения на самом деле является предъявлением алгоритма и доказательство правильности его работы и предвосхищая возможный вопрос а насколько алгоритм будет эффективный ну отвечу так ну как бы какое вы запрограммируете такое и будет доказательство f включает в себя алгоритм сортировки и доказательство его правильности соответственно можно написать какой-то очень неэффективный алгоритм например сказать следующее окей рассмотрим все возможные перестановки массива x и докажут среди них есть упорядоченная так сказать ну даст алгоритм сортировки это просто перебирает все возможные его перестановки нашего массива и находит среди них ту которая сортирована это плохой алгоритм но теорему он конечно докажет ну как бы вот то есть но важно то что вы значит работаете доказываете утверждение извлекаете верифицированный код в некотором смысле такая значит идеология это похоже на так называемое грамотное программирование которое предлагал дональд кнут то есть идея дональда кнута была в том что вы должны постоянно комментировать свой код чтобы значит ну избежать его некорректности то здесь комментирование происходит на очень высоком уровне именно на уровне доказательства его правильности формата но при этом все это на самом деле является проверкой типов и фактически проверяет что f имеет данный тип такая верификация новой проверки вот ну мы будем заниматься этим в дальнейшем реальность в коке немножечко другая чем то что здесь было явно прописано на самом деле у нас вот в пропе так нельзя извлекать код потому что процесс как бы ну тут тонкость заключается вот вот у нас есть вот это у это как бы доказательная часть которую мы хотим в итоге выбросить и кок это делает очень простым приемом он говорит так все что работало в типе проб мы будем выбрасывать потому что это не построение а это доказательство но напрямую так сделать нельзя потому что у нас вот этот дисквантер существования он же как бы в типе проб и поэтому в коке на самом деле вот это все вот это вот f будет реализовываться в типе set а не в типе проб и мы будем говорить следующее что это будет произведение по всем x из а а дальше а дальше будет сумма тип то есть это в set работает точно так же но в другом универсале а сумма пишется вот так то есть возникает вот такая вот значит штука это похоже то есть это будет соответствовать к вам существования но это как бы похоже другой стороны на такую кантеровскую так сказать свертку множеств вот и это значит она и есть то есть это что такое конструктивно поместить элемент данное множество нужно его предъявить и доказать что он вытворяет данному свойству при этом s у нас будет действовать так сказать из a и b проб и это позволяет очень удобно извлекать программный код потому что реализация функции f она так сказать частично в set частично в проб то есть элемент вот в этом типе он будет состоять из пары y и u где соответственно y у нас имеет тип b а то есть который в универсуме set находится а вот этот u которое доказательство оно имеет тип sxy который находится в проб и при извлечении кода вот эта часть просто будет выбрасываться и все будет получать но будут некоторые другие проблемки у нас возникать которые мы увидим в дальнейшем в частности когда мы строим что-то в типе set мы не можем там разбирать что-то в типе проб например у нас был лак гипотица а а а как мы разберем если у нас есть proof of relevance ну и с этим мы познакомимся уже в следующий раз вот и у нас будут конкретные задачи на извлечение программного кода значит там у нас запас запресс сортировка и сам алгоритм евклида ну а также есть отдельная задача более простая ориентированная на студентов которые не специализируются пока при логике ну тоже соответствующее время мы ее увидим значит на этом на свой рассказ заканчиваю значит и у нас осталось еще немножко времени а может быть мы поговорим о значит вот той задачи про видимо может лев хотел что-нибудь показать по этому самому по как ее по попраймс на не знаю что показывать у меня все достаточно страшно ну давайте поглядим на ваш код и да и вроде бы как это вообще штука же должна быть конструктивной нет а вот я не знаю это отдельный вопрос обсуждать но но как бы то доказательство которое видимо здесь предполагалось оно предполагалось неконструктивное да но в принципе это же следует например из алгоритма которые явно конструктив ну вот давайте конструктивизацию подумаем еще отдельно тогда но если доказывать по той схеме которая здесь предложена то здесь есть значит полная индукция но которую я доказывал стандартным образом что мы можем предполагать в индукции истинность не только для предыдущего для всех предыдущего для этого я рассматривал ну у меня был bx исходный предикат для которого мы доказываем по полной индукции я расстроил на его основании строила на своего основания в этот предикат ну да ну полную индукцию я думаю что мы понимаем мы кстати давайте мы сейчас немножко может ее не обсуждать мы к ней вернемся еще она будет нужна в будущем давайте просто прогоним мы будем считать что это верно дальше ну это лема совсем неущественная собственно теорема о наименьшем значении но она понятна что при полной индукции доказывается легко единственное что здесь вот уже на самом деле давайте прокомментируем чисто из арифметики что принцип наименьшего числа в классической случае эквивалентен полной индукции ну а значит и обычной индукции а если добавить контуиционистской арифметики вместо обычной индукции то классическая логика верна понятно но вот я пытался что-то как-то его ограничить чтобы доказать в интуиционизме у меня получилось ограничив ну вот этот отрезок начальный отрезок чисел и используя еще исключенный ну добавив закон исключенного третьего для этого п вот может быть можно ну да там у нас конкретное п это такой да стандартный способ это обходить вот ну можно вообще без него можно как-то обойтись ну возможно нет вообще по логике вещей когда мы перебираем уже конечный отрезок у нас все интуиционист вы правы конечно если у вас ваша п вычислим в том смысле что оно п или не доказуем интуиционист получится да да но это собственно так и получилось вот единственное что дальше как это применять вот в таком варианте я не додумал так дальше у меня идет еще теорема о том что любые два числа можно разделить друг на друга с достатком вот и собственно самое тут длинное по доказательству теоремы это о том что если у нас а и b взаимно простые то существуют у и b такие что а умножить на у плюс 1 равно да и тут вот неприятная вещь связана она вот с чем что значит у нас вообще как бы как вы считали а у плюс б в равно единице но это тогда минусы появляются поэтому приходится писать вот так ну и как-то выкручивать на самом деле где-то было записано в конфетте по курсу мастерской логики в части это делали а как это быстро сделать ну вот здесь сделали это как-то вот ну вот и все получилось ну да здесь да соответственно здесь я рассматриваю такой притикат что натуральное число можно подставить как бы вот эту формулу вместо единицы что существует такие что ау плюс н равно б на в да потом вы говорите что для него применяется принцип наименьшего числа и показывает что это дадут единиц да именно так оно и есть но для того чтобы это сделать нужно сначала доказать для него свойства ну да может быть что-то из этого можно было бы в лимбу вынести но вот так делается да ну а еще вот вот как-то как-то ужасно ну и а дальше уже все вроде хорошо а дальше как бы как оказывается я тоже когда это доказал я думал что все дальше все закончилось может это давайте закончим то на сегодня а потом продолжим хорошо у меня тут тем более появились как раз идеи как можно конструктивно хорошо спасибо большое извините что так все получилось тогда мы продолжаем через две недели значит домашнее задание это оставшись с дачкой индукции